Людмила Сенчина. Казалось, что человек с такой мягкой улыбкой и тонкими, почти фарфоровыми чертами, не способен на резкость. Но за этим спокойным, будто даже наивным лицом скрывался стальной закаленный характер. Однокурсницы из Ленинградского музыкального училища шептались за ее спиной, едва скрывая завистливую усмешку. Кукла. И так всю жизнь за Людмилой тянулся шлейф пересудов, недосказанностей и слухов. Пелецкая гордо отворачивалась при встречах долгие 30 лет. Нелли делала все, чтобы не подпустить ее к Кобзону. Сергей Захаров попал под удар отчасти из-за нее, а Тальков, умирая, так и не простил той старой обиды. Да уж, Людмила Сенчина – личность со сложным двойственным характером. Сегодня мы окунемся в ее мир, полный недопониманий и скрытых конфликтов с коллегами, мужьями и соперницами. Впрочем, что и говорить. Биографии советских звезд словно создают калейдоскоп горделивых, жестких, а порой и деспотичных характеров. Это касалось и мужчин, и женщин. И, пожалуй, не без причины. Ведь слишком уж милые, конфликтобоящиеся души просто не выдерживали давление на пути к славе. Она родилась в 1950 году там, где сходились разные народы и культуры, будто сама судьба откала ее жизнь из множества оттенков и акцентов. Дед – вольный цыган, бабка говорила с тем мягким, певучим румыно-молдавским акцентом, мама – настоящая украинка. Имя хотели простое – Рая или Зоя. Но отец решительно сказал – Людмила. Так и пошла она по жизни с этим именем. Звучным, манящим, почти мистическим. Детские годы пролетели среди кур, гусей, свиней и, конечно, мечтаний. Вряд ли кто-то тогда мог представить, что эта слегка растрепанная, всегда голодная девчонка с пухлыми щечками станет любимицей Союза, встречаться будет с легендами своей эпохи и покорит не одно сердце. Позже она узнала, что даже на сцену ее не всегда пускали, слишком уж эффектная, слишком соблазнительная для советской женщины. Жизнь Людмилы Сенчиной была полна тяжелых утрат, но, наверное, любви в ней было еще больше – к людям, к сцене, к жизни, со всеми ее острыми углами и мягкими, неожиданными поворотами. Она с детства была сельской девчонкой, так что переезд в Кривой Рог поначалу ее не вдохновил. Да, отцу дали работу, и семье выделили комнату в новом четырехэтажном общежитии, но настоящим чудом стало то, что прямо из крана текла вода. Можно было забыть про таскание тяжелых ведер, сбивая руки и ноги. К тому же, вся комната сияла кафелем, а настоящая ванная казалась чуть ли не магией. Позже, уже объездив мир, Сенчина с улыбкой говорила, что никакой небоскреб в Нью-Йорке или другом городе не произвел на нее такого впечатления, как это четырехэтажное общежитие. Но жизнь в городе оказалась не такой простой. Людмила, привыкшая к домашнему маслу и салу, скучала по привычной еде. Да и учиться пришлось в русской школе, где все девочки были офицерскими дочками, в белых чулочках, с туфельками и аккуратными бантами. А у Людмилы ни бантов, ни туфелек. Но она упрямо верила, что все это временно. Она знала, что станет актрисой, красивой и известной, как в книгах. И, возможно, эта мечта так и осталась бы мечтой, если бы не случай. В 15 она встретила юношу, чуть старше себя. Его родители приняли Людмилу как родную. Мать учила ее готовить, а родственники уже присматривали ткань на свадебное платье. Но на выпускном он протанцевал всю ночь с другой. Обида была так сильна, что наутро Людмила сбежала в Ленинград, поступать в музыкальное училище имени римского Корсакова. На поступление Людмила отправилась с матерью. Одной ей было не по себе. Но попав в Ленинград, даже мать растерялась. Огромный город, шумные улицы, нескончаемые толпы. Все казалось чужим и пугающим. Они боялись даже на трамвай сесть. Так что решили идти до училища пешком. При этом успели по дороге купить Людмиле новое платье. Но эта покупка стоила им драгоценных минут, истертых в кровь ног. Когда наконец добрались, училище было пусто. Только охранник лениво покачивался у двери. В отчаянии мать оглядывалась по сторонам, и тут заметила интеллигентного вида пару, выходящую из здания. Не теряя ни секунды, она бросилась к ним с просьбой. «Здравствуйте, не могли бы вы прослушать мою дочь?» Как оказалось, эта парочка была никем иным, как экзаменаторами. Людмилу прослушали прямо там, в полутемном холле, и она сразу произвела впечатление. Но было одно «но». Все экзамены уже закончились, набор на курс завершен, мест нет. Единственным шансом было поступление на подготовительное отделение. Предложение они приняли, Людмиле выделили койку в общежитии. Так она осталась в Ленинграде, в новом платье, с мечтой, пронесенной сквозь страх и усталость. Жить в Ленинграде было нелегко. Скромной стипендии и редких маминых переводов едва хватало, чтобы купить хоть что-то поесть. В мечтах помада, новые чулки, но на все это денег не оставалось. Даже простое карманное зеркальце казалось роскошью. Людмила довольствовалась обломком старого зеркала и щеткой для волос, которую давно стоило выбросить. Однажды ее бедный набор увидел Анатолий Батфин, прославленный дирижер, человек строгий, но внимательный и всегда готовый поддержать своих учениц. Взглянув на это наследие нужды, он отвел Людмилу в сторонку и с тихим упреком сказал, что красивая девушка не должна пользоваться такими вещами. «Выкинь это немедленно», — серьезно посоветовал он. Это был ее первый урок изящества и ухода за собой, полученный от мужчины. Совет запал ей в душу. Людмила поняла, что красота — не только природный дар, но и ответственность. Она рассталась с этим убогим зеркалом, а вскоре и ее материальные дела улучшились. Все тот же Батфин настоял, чтобы она попробовала исполнить песню «Золушка». Сначала Людмила отказывалась, песня казалась ей наивной и даже странной, но Батфин настаивал, убеждая, что это ее шанс. И он не ошибся. Уже после первого выступления ее имя заговорило само за себя. Она стала звездой достойной сцены наряду с самыми яркими певицами «Союза», такими как Мария Пахоменко и Эдита Пьеха. После выпуска Людмила Сенчина попала в Ленинградский театр музыкальной комедии, где ей доверяли самые разные роли, от классической апеллеты до пьес современных советских композиторов. Но вскоре театр возглавил новый режиссер, который, едва взглянув на Людмилу, проникся к ней необъяснимой неприязнью. Под его руководством начались явные притеснения. Коллеги шептали, что, возможно, режиссер проявляет интерес к ней как к женщине и таким странным образом пытается привлечь ее внимание. Но у Сенчиной было свое мнение о мужчинах. Она считала, что если мужчина действительно увлечен, он должен делать подарки и окружать вниманием, а не дергать за косички, как школьник. Такие ухаживания ей были не нужны. Не видя другого выхода, она ушла из театра. И этот случай был не единственным проявлением скрытой враждебности. Слишком уж красиво была Сенчина. Стоило ей надеть что-то немного более открытое и выйти на сцену, как в кулуарах раздавались осуждающие шепотки и замечания по поводу ее фривольного наряда. Особенно Рьяна пытался перевоспитать Людмилу один высокопоставленный чиновник из Смольного, стремившийся сделать из нее образцовую комсомолку. Поговаривали, что этим ретивым наставником был сам Григорий Васильевич Романов. Но Сенчина не верила в это. С Романовым у нее никогда не было конфликтов. Наоборот, он даже проявлял симпатию к ее творчеству и, возможно, к ней самой. На что-то большее он не решился, но всегда следил, чтобы ей вовремя присваивали звания и награды. Личная жизнь Людмилы Петровны была далеко не простой, с запутанными поворотами и непростыми решениями. Ее первым мужем стал актер Вячеслав Тимошин, которого она увела у законной жены, Татьяна Пелецкая женщина, на которую когда-то в юности Люда равнялась, почти боготворила. Для меня она была эталоном женской красоты. По дороге в школу я представляла себя актрисой Пелецкой в красивом платье с воздушным шарфом на шее. Могла ли я тогда вообразить, что выйду замуж за Вячеслава Тимошина, солиста ленинградской оперетты, став причиной его развода с той самой обожаемой актрисой? Позже расскажет певица. Судьба распорядилась иначе, и Людмила, будучи моложе и не менее талантливой, в итоге даже затмила Пелецкую. Тимошин, уверенный в себе, обаятельный мужчина старше ее на много лет, казался идеальным кавалером. Их отношения начались как короткая интрижка, но со временем все переросло в глубокое чувство. Людмила всегда верила, что в его любви была не только страсть, но и желание наконец стать отцом. У Пелецкой уже была дочь, а Тимошин мечтал о собственном ребенке. Вскоре Людмила исполнила его желание, родив ему сына. Но счастье оказалось недолгим, ее захватила новая любовь. Об этом мужчине ходили самые дерзкие слухи. Поговаривали, что список его любовных похождений был длиннее, чем она могла себе представить. Но слухи не остановили ее. Людмила была влюблена без памяти, готова ждать и терпеть, ради этих подарков, ради курортов, ради ночных прогулок и купаний в море. Она верила, что сможет стать для него особенной. Но у него была работа, окруженная обязательствами и людьми, которые тянули его внимание в разные стороны. На Людмилу оставалось все меньше времени, и это ранило ее. А вскоре ей пришлось столкнуться с худшим, изменой. Она ушла без промедления, уверенная, что нельзя дважды войти в одну реку. Позже признавалась друзьям, что если бы была старше и мудрее, возможно, все-таки простила бы. Супруги прожили вместе 10 лет, и казалось, что их семья – настоящая идиллия. На публике все выглядело идеально. Успешная артистка, заботливый муж, как в сказке. Но за кулисами этой красивой картины скрывались совсем другие реалии, и исполнительница тоже не была верна своему супругу. Уже через несколько лет брака Людмила тоже завела роман на стороне, страстной и тайной. Кто начал этот замкнутый круг измен, точно не узнать. Но поскольку речь идет о Людмиле, давайте сосредоточимся на ее истории. Людмила Сенчина была частой спутницей Иосифа Кобзона на сцене, и их дуэты становились настоящими хитами. Впрочем, слухи о их возможном романе быстро облетели страну, несмотря на то, что Кобзон был женат на Нелли, женщине, которая была абсолютно любимой и почитаемой его еврейской матерью. Эти сплетни, конечно, не могли не попасть в уши Нелли, и несмотря на все их близкие отношения, роман между Людмилой и Кобзоном стал реальной угрозой для их брака. Как именно Нелли удалось сохранить семью, остается загадкой. Друзья Людмилы не раз предупреждали ее, что лучше держаться подальше от Иосифа Кобзона, но она не послушала их советов. У них закрутился страстный роман, который продолжался около семи лет. Эти отношения стали настоящим многоугольником, ведь Кобзон на тот момент был женат на Нелли, а помимо этого, как выяснилось позже, не упускал возможности заводить романы на стороне. И хотя сама Людмила была полностью поглощена этим отношением, любовь с таким человеком, как Кобзон, оказалась не только страстной, но и сопряженной с множеством скрытых сложностей. С одной стороны, яркая, захватывающая страсть, с другой, тяжелые тени измен, сплетни за спиной. Интересно, что Людмила и Нелли внешне были достаточно похожи, обе блондиночки с правильными чертами лица и стройными фигурами. Иосиф Кобзон ухаживал за Людмилой красиво и щедро, дорогие подарки, внимание, ласковые слова, все, что может покорить сердце женщины. Однако, несмотря на столь страстный и романтичный союз, из своей семьи Кобзон уходить не спешил. Людмила, в свою очередь, не желала разрушать брак с Тимошиным. Она признается, что была счастлива с первым мужем, несмотря на все трудности, с которыми им приходилось сталкиваться, жизнь в одной квартире с родителями, маленький ребенок, постоянные командировки. В Москве и Ленинграде их отношения оставались под покровом приличия, но на гастролях Людмила и Иосиф не скрывались. В Кременчуге, например, Кобзон купил для своей возлюбленной кольцо с бриллиантом в ювелирном магазине и немедленно надел его на ее палец, не стесняясь демонстрировать свой роман публично. На одних из гастролей произошел и другой громкий эпизод, когда их не захотели заселить в одном номере. Кобзон устроил настоящий скандал, требуя, чтобы их поселили вместе, ссылаясь на творческое содружество. В конце концов, директор гостиницы уступил, и пара осталась ночевать в одном номере, не скрывая своих чувств. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Вскоре слухи о романе Иосифа и Людмилы стали достоянием общественности. Теща Кобзона, Полина Моисеевна, узнала о том, что ее зять ведет двойную игру, и была шокирована. К тому моменту Иосиф был настолько уверенным в своих чувствах, что привел свою любовницу прямо туда, где работала мама Нелли. Это стало последней каплей для законной жены. Нелли собрала вещи и детей, и ушла от мужа, не в силах терпеть такого предательства. Кажется, что теперь, когда все тайны раскрыты, влюбленные могли бы наконец-то быть вместе и узаконить свои отношения. Кобзон предложил Людмиле руку и сердце, и она была готова согласиться, но в самый ответственный момент узнала о его новой измене. Это было неожиданное и болезненное открытие для нее. «Я уже почти согласилась, но случилась очень банальная история, мне изменили». Правда, потом он пытался объяснить, что та женщина для него ничего не значит. «Но я не смогла простить», — рассказывала певица. Так завершился их бурный роман, продлившийся около семи лет, который, как и полагается в таких страстных историях, закончился неожиданно и болезненно. Нелли вернулась к своему мужу, Иосифу, и они прожили вместе до конца жизни, несмотря на все недовольство, которое пришлось проглотить женщине. А Людмила, оставшись одна, встретила нового мужчину, который, как окажется, станет причиной ее развода с Вячеславом Тимошиным, тем самым человеком, с которым она когда-то была по-настоящему счастлива. Этот развод, как признается сама Людмила, станет одной из тех вех в ее жизни, о которой она будет жалеть до конца своих дней. После первого развода Людмила долгое время была одна. Все изменилось на одном из концертов в Лужниках, где она встретила Стаса Намина. Шли бурные восьмидесятые, машин тогда было немного, а Стас, как настоящий кавалер, предложил ей прокатиться. Так, начав с легкой прогулки, они вскоре оказались неразлучны и поселились вместе. Их союз продлился целых десять лет, и для Людмилы это была история любви с человеком из совершенно иного мира. Намен восхищался Людмилой, талантливой, блистательной, красивой. Но вскоре выяснилось, что у него были свои представления о том, какой должна быть идеальная жена. Он мечтал о семейном уюте, о том, чтобы дома всегда был накрыт стол, а Людмила встречала его после работы в теплой атмосфере, с заботой и вниманием. Но Сенчина жила на колесах, ее жизнь вертелась вокруг сцены, а дом был лишь временным пристанищем между поездками. Она была полностью поглощена своей карьерой. Гастроли, концерты, деньги. Она искренне верила, что сможет купить любовь сына, компенсируя свое отсутствие в его жизни материальными подарками, пытаясь таким образом загладить вину за те долгие дни, когда она была далеко. Ведь каждый раз, когда она уезжала в туры, оставалась только одна мысль, не оставила ли она своего ребенка слишком одиноким. В то время как она стремилась быть успешной на сцене, ее супруг Стас, наоборот, был глубоко озабочен ее отношениями с коллегами и партнерами по сцене. Он был очень ревнив, и, скорее всего, знал о ее прошлом гораздо больше, чем Людмила догадывалась. Эта ревность стала камнем преткновения в их отношениях, потому что для Стаса было сложно доверять женщине, чье сердце, по его мнению, было уже не раз отдано другим. Часто из ссоры, в которых его темперамент прорывался наружу, все больше отталкивали Людмилу. Иногда он срывался настолько, что, охваченный гневом, мог даже перевернуть стол. Эти вспышки пугали ее, словно открывая в нем незнакомую, агрессивную сторону. Она все больше задумывалась, сможет ли выдержать такой союз. Развод стал не просто выходом, он стал неизбежностью. Намин, внук самого Микояна, блистал образованностью и разносторонними интересами. Он читал, увлекался искусством и часто делился с Людмилой необычными историями и фактами, которые слушала она с неподдельным интересом. Она прислушивалась к его советам, хотя не всегда следовала им, о чем, возможно, иногда жалела. Единственное решение, о котором она не пожалела ни на минуту, это создание собственного музыкального ансамбля, идею которого Намин, впрочем, не поддерживал. Но Людмила настояла, нашла руководителя, и им стал тогда еще никому неизвестный Игорь Тальков. На тот момент он пел в ресторанах и выглядел для роли худрука ансамбля весьма неожиданным выбором. Тем не менее, именно под его руководством коллектив вскоре обрел известность. Но история вскоре обернулась драмой. Тальков, талантливый, страстный и независимый, не смог скрыть свои влюбленности в Людмилу. А вот она всегда отрицала любовную сторону их взаимоотношений. Он был моей лучшей подружкой. Благодаря ему я впервые в жизни серьезно занялась спортом и похудела с 75 до 54 килограммов. Когда жила в Москве, специально ездила через весь город к Игорю, чтобы побегать вместе на стадионе. Затем мы шли к нему домой и могли трепаться всю ночь, даже если на следующий день был концерт. Чувства Талькова были настолько сильны, что он не мог смириться с тем, что она была с Намином, который, ко всему прочему, был его другом и наставником. Между ними возникло напряжение, и вскоре Тальков решился на сольную карьеру. Людмила Петровна была страшно обижена на Игоря Талькова за его уход. До его трагической смерти они встречались всего дважды, и с каждым разом обида только крепла. Особенно горьким был тот факт, что после его решения начать сольную карьеру ей пришлось снова начинать с нуля, собирать новый коллектив, искать себя и новое место в мире музыки. Но именно в этом поиске себя, возможно, и произошло событие, которое оставило след в ее карьере. Сенчина согласилась на роль в фильме, который вызвал бурю возмущения у зрителей. Фильм назывался «Вооружен и очень опасен». В нем ей пришлось сыграть откровенную эротическую сцену и сделать это с максимальной пошлостью, что шокировало не только ее, но и всю съемочную группу. Одним из самых скандальных моментов было то, что на обожженную грудь актрисы вылили жидкость, напоминающую нефть. Съемки были крайне неловкими. Все участники чувствовали себя смущенными и даже злыми. А когда фильм вышел в прокат, зрители не смогли сдержать возмущение. Это стало одной из самых противоречивых ролей в ее карьере. Изначально эту роль должна была исполнить Лариса Гурченко, но из-за травмы ноги она не смогла участвовать в проекте, и роль досталась Людмиле. Когда ее сын от первого брака повзрослел, дистанция между ними лишь увеличивалась. Он уехал в Америку, когда ему исполнилось 19 лет, и, как это часто бывает, новая жизнь начала диктовать свои правила. В этом решении его поддержал отчим, а Людмила, хотя и переживала, была не против. Ведь она понимала, что сына тянет к большему, к новым возможностям, и, возможно, это было его шансом. После его отъезда их общение сводилось к редким телефонным звонкам. Время и расстояние лишь усиливали разрыв, и связи между ними становились все более поверхностными. Иногда Людмила навещала сына и его семью, но чаще она приезжала одна, потому что сын уже обосновался на другом континенте, в другом мире. Это было болезненно для нее, но она сдерживала свои чувства, ведь понимала, что это ее амбиции навсегда разрушили связь матери и сына. Третий брак Людмилы стал для нее последним. С Владимиром Андреевым она прожила до самой смерти. Он оказался не только верным спутником в ее личной жизни, но и музыкальным продюсером, который помогал ей продолжать карьеру даже в зрелом возрасте. В их отношениях была редкая гармония, и они поддерживали друг друга во всех начинаниях. Людмила продолжала быть востребованной певицей до последних дней своей жизни. Она с радостью снималась в телевизионных передачах, давала интервью, общалась с поклонниками и, конечно, пела, ее голос был все таким же сильным и проникновенным. Но жизнь певицы оборвалась в 2018 году, когда ей было 67 лет. Полтора года она боролась с раком, но, увы, болезнь оказалась сильнее. Самой артистке не хотелось, чтобы о ее недуге стало известно, и она надеялась, что вернется на сцену. Однако болезнь победила, и ее смерть стала известна только через родственников. Людмила Сенчина оставила после себя богатое наследие, которое будет жить в сердцах ее поклонников.